МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немножко истории этого фестиваля. Он второй, да? Это, получается, в прошлом году старт был дан. Вы знаете, я хотела бы сказать так, что на Быстроистокской земле постоянно проводились свои фестивали. Они назывались по-разному Покровский фестиваль. Но всегда это было связано с именем Валерия Сергеевича Золотухина. И, в принципе, в прошлом году была определенная, я сейчас к чему говорила, подготовительная как бы... База-то была, площадка уже была. И мы решили провести фестиваль детского театрального творчества. Но ведь он же не детский был там, Покровский, да? Там были разные, там были и взрослые, там были разные жанры, это все. Здесь-то конкретизируешь, что он детский, да? Да, конечно, здесь было логично это все сделать. Мало того, мы назвали его, обратите внимание, не просто фестиваль театральных коллективов, а детского театрального творчества. Мы предусматриваем, что это не только театральные студии, театральные кружки, это чтецкие, это актерские какие-то вещи. То есть это как бы все, что связано непосредственно, вот, я думаю, даже, наверное, с именем Валерия Сергеевича Золотухина. И хочу сказать сразу, что и в прошлом, и в этом году рейтинг нашего фестиваля очень высокий. Высокий, связанный с огромным количеством заявок. В прошлом году это было 22 коллектива. Коллективы, мы не преследовали цель пригласить кого-то не из территории Алтайского края. Вот, в этом году у нас было 28 заявок. У нас был очень серьезный конкурс, потому что проведение 29, 30 и 31 октября это определенное количество во времени и большая программа, которую мы предусмотрели. Поэтому мы отобрали 12 лучших коллективов. И самое интересное, что к нам приедут наши гости. Это город Новосибирск, театральная студия Абре. Вот, они представят спектакль на немецком языке по братьям Гримм. И кемеровчане, город Мыски, театральная студия Коктейль. Они тоже взяли братьев Гримм, тоже на русском языке, но Золушку взяли. Вот, но я бы хотела сказать еще то, что вот говоря о коллективе из Новосибирска, Абре, хочу сказать о том, что к нам из немецкого национального района приезжает коллектив, который представит спектакль также на немецком языке. То есть, причем, когда мы разговаривали, говорили, а вот нам перевод, все говорили, это настолько узнаваемые сказки. Еще будет понятно, поэтому мы будем рады видеть эти коллективы. А скажите, там какие-то номинации есть, да? Вы сказали, чтецы там. Сейчас конкретно у нас есть номинация одна, это театральные студии, театральные коллективы, и разные по направлениям и по жанрам. Вот, где-то сказка, где-то тематическая, патриотическая тема спектакля, где-то, вот, пожалуйста, значит, иностранных авторов. И, в принципе, нет, в этом году, вот, так, чтобы мы вот конкретно взяли уклон на Чтецкие, вот, они были, но вот решили мы все-таки большие коллективы пригласить. А вот если сравнить с прошлым годом, в этом году тоже какие заявки? Это будут спектакли, то есть, да, это, к нам, в большей части? Да, это большая часть. А что ставят? Вот вы перечислили братьев Грима. Кроме братьев Грима, они просто настолько популярны, что ли? Вы знаете, ну, наверное, да, и я думаю, что они не взяли, так сказать, потому что вот та сказка, которую, вот, они берут, и ту пьесу, вот, наверное, интересна им, как, наверное... Ну, и режиссеры интересны актерам, да? Режиссеры интересны актерам. А какие-то возрастные есть ограничения в этом фестивале? У нас возрастные, это детские коллективы, то есть, до 17 лет, то есть, это те школьные варианты, которые могли бы принять участие. Я вообще хотела бы сказать о том, что наш фестиваль продолжает традиции нашего первого фестиваля и несколько отличен. Если говорить по традициям, значит, мы открываем фестиваль, и сразу же, это 29 числа в 14 часов, и сразу же коллективы, после того, как состоится открытие, представители коллективов выезжают на реку Обь и запускают корабль мечты. Причем каждый, да, они изготавливают свой корабль, его называют по-разному. Из бумаги или неважно? А разные варианты. Есть древесина, есть бумага, есть какие-то свои там ноу-хау, так сказать, это. Вот, но они загадывают желание, но и вот этот корабль плывет по течению, это очень красивое, как бы, зрелище. Я хотела бы сказать о том, что в прошлом году мы попытались сделать памятные подарки. В то время мы это сделали не каждому участнику. Это значок, блокнот, календарик, пакет с символикой нашего фестиваля «Исток». Вот, в этом году у нас 200 участников приедут на быстроистокскую землю, и всем 200 мы подарим вот эти пакеты, как память о Валерии Сергеевиче. Хотела бы сказать еще о нашем составе жюри. Нам очень приятно, что Ирина Викторовна Линд, актриса Московского театра на Таганке, директор культурного фонда Валерия Солотухина, который она презентовала в этом году, в феврале, с удовольствием приезжает, она учреждает свой приз. Мало того, с ней приезжает не только... Приз победителя будет, да? Там приз от культурного фонда Валерия Солотухина. С ней приезжает актриса Московского театра имени Маяковского Анна Геннадьевна Багмит, вот, ну и, конечно, Иван Солотухин. Сейчас Ваня участник учебного театра-студии Ломоносовской школы города Москвы. Это очень престижная школа, это очень интересный спектакль в прошлом году, коллектив, и в прошлом году они приезжали, показывали спектакль, часть, фрагменты спектакля «Ромео и Джульетта». Вот, мы пригласили в жюри режиссера молодежного театра Захарова Виктора Степановича, вот, и я думаю, что жюри очень компетентное, вот. Вот, но еще идет обсуждение об альтернативном жюри, вот, или о зрительском жюри, который будет возглавлять друг детства, значит, и они, как бы, наверное, определят своих победителей и объяснят, почему, как любители, они вот выбрали непосредственно их. Ну, победители, получается, ну, подарки всем подарят. Я еще хотел уточнить, то есть победители будут, победители будут один, или, вот, как я говорил, если у вас не будет номинации. У нас есть дипломы лауреатов, дипломы первой, дипломы второй степени, дипломы третьей. Три победителя. Причем у нас нет ограничений, а главное, итогом, это будет уровень непосредственно коллективов. Но я вам могу сказать еще одну вещь. Вот, фестиваль не оставил равнодушных очень много, как бы, не только людей, а учреждений, и помимо культурного фонда Валерия Золотухина, Ирина Викторовна, которые у нас есть приз от Алтайского отделения союза театральных деятелей, и Виктор Степанович Захаров, член этого союза, будет вручать приз симпатии. У нас есть, вернее, будет приз молодежного театра Алтая, и понятно, театр имени Валерия Сергеевича. У нас появился партнер, это СИП, соцбанк, и они учреждают свой приз. Ну и, конечно же, традиционная администрация Быстроистокского района. Почему я это все сказала? Потому что у ребят будет большой стимул, понимаете, получить профессиональную оценку в виде диплома и какой-то подарок и приз вот от такого количества организаций. А в двух словах известно уже, какие спектакли будут показывать? Конечно, у нас составлена программа. Да, у нас, значит, Кемеровская область привозит Кавардак «Два или год одиночества», Биск у нас привозит Муха-Цокотуха «В гостях удобрят», Сибирский «Сказка шамана», из Павловска у нас есть авторская работа Екатерины Решетняк «Другого века детки», Топчиха у нас привезет «Мир без алфавита» Павлова и очень-очень много, очень много интересных вещей. Но особенностью же этого года, этого фестиваля, мы находимся в новом помещении, в культурно-досуговом центре мемориального музея имени Валерия Сергеевича, который открыли вот в связи с датой 75-летия в июне 2016 года. Это красивейшее здание, это, ну, просто шикарные условия для проведения такого интересного фестиваля. Просто замечательно. Я так понял, вход, естественно, свободный. Вход свободный, любой желающий, начиная с субботу мы с 10 и до 7, утром мы с 10 утра и до 7. Мало того, мы для участников хотим сделать развлекательную программу, мало того, мы хотели бы сделать мастер-классы нашими именитыми членами жюри. Вот, у нас будет доска объявления, она будет специфическая, как театральная тумба. И все события, которые будут проходить с ребятишками, могут отражаться непосредственно вот на этом информационном... На тумбе, скажем так. На тумбе, да. Замечательно. Большое спасибо вам за беседу. До встречи на площадках Золотухинского фестиваля. Мы ждем вас на фестивале. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что на вас гостях была заместитель директора Алтайского дома народного творчества Наталья Николаевна Рябцева. Мы говорили о краевом фестивале детского театрального творчества имени Валерия Золотухина «Исток». Спасибо за внимание. До встречи.